МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Теперь на Репино. В Сарове торжественно открыли новое здание мирового суда. Праздник новаторских идей, открытий и знаний. 23-й школьных и ритмовских чтения стартовали в Доме учёных. Труд-крут. 17 февраля отмечают День российских студенческих отрядов. Далее расскажем по всём подробно. В Сарове торжественно открыли новое здание судебных участков Саровского судебного района Нижегородской области. В нём разместили все четыре участка мировых судей. Площадь нового здания на Репино почти в 2,5 раза больше старого на улице Советской. В конце 2022 года новые здания для всех четырёх участков мировых судей открыли после ремонта. Раньше они работали в помещении на Советской. С февраля посетители приходят в обновлённое светлое и просторное здание на Репино. Она отвечает всем современным требованиям, оснащена системами безопасности видеонаблюдением и доступна маломобильным гражданам. Власть вообще должна работать для людей, собственно, и судебных в том числе. Мы стараемся развивать мировую юстицию вообще по всей области примерно одинаково. Но вот сейчас так сложилось, что ваше здание, наверное, самое лучшее в области. В первую очередь это не для мировых судей, а больше для жителей города Сарова. Да, просто. Значит, это удобное место расположения, центр, значит, подъезд. Всё. Пришли. Ну, дай бог, конечно, чтобы поменьше туда приходилось ходить каждый день. Ну, если уж придётся. То, чтобы в нормальных условиях. Мировая юстиция – самый молодой институт судебной системы. Ему чуть больше 20 лет. Финансирует мировой суд региональный бюджет. В Сарове работают четыре судебных участка мирового судьи. Распределены они по территориальному признаку. Тысячи саровчан ежегодно обращаются к мировым судьям, чтобы защитить и восстановить нарушенные права. Разрешить возникающие споры. Мировая юстиция, как наиболее приближенная к населению часть судебной системы, рассматривает основное, подавляющее большинство гражданских и административных дел. В прошлом 2022 году всеми четырьмя судебными участками судьями Сарова было рассмотрено более 12,5 тысяч дел различных категорий. То есть более трех тысяч дел на каждого судью. Осуществление, обеспечение правосудия и обеспечение надлежащих условий для его осуществления это одна из важнейших государственных задач. Государство обязано создавать все необходимые условия, чтобы суд был скорый и правый, открытый и доступный. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 1 марта вступает в силу поправки в правила дорожного движения. Последний раз столь существенные изменения в них выносились в 2014 году. Предъявлять сотрудникам ГИБДД документы можно будет в электронном виде, например, на смартфоне. Но это касается только тех документов, которые в электронном виде и выдаются, а именно полис ОСАГО, электронный ПТС, а также путевые листы. В правилах появилось новое понятие, направляющие островки. Это элемент дороги, который показывает разделение потоков или их слияние. Теперь в правилах прописано, что на таких островках остановка запрещена. Нарушитель заплатит штраф 500 рублей, а в Москве или Санкт-Петербурге 2,5 тысячи рублей. Электросамокаты, гироскутеры и моноколеса теперь будут называться средствами индивидуальной мобильности. И теперь для них прописаны правила, в том числе ограничение скорости передвижения до 25 км в час. А если это СИМ двигается по тротуару, то скорость у него должна быть пешеходной. СИМом тяжелее 35 кг вообще запретят передвигаться по тротуарам. А на дорогах они смогут ездить только там, где скорость ограничена 60 км в час. Госдума приняла закон о защите русского языка, чрезмерного употребления иностранных слов. Проект одобрили единогласно во втором и третьем чтениях. Он касается в том числе вывесок, рекламных баннеров и названий заведений. Это значит, что теперь использовать иностранные заимствования нельзя на государственном уровне, за исключением тех слов, у которых нет общоупотребительных аналогов в русском языке. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 200 тысяч школьников отправятся в бесплатные путешествия в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Туристическая программа, благодаря которой ученики 5-9 классов могут отправиться на экскурсии по родному краю или соседним регионам, будет расширена. Правительство направит на реализацию программы 1 миллиард рублей. Средства пойдут на компенсацию затрат 29 регионов, которые разработали маршруты туристических поездок. Выбрать маршрут экскурсии и гостиницы дети и родители смогут сами, после чего надо подать заявку на участие в программе. QR-код вместо паспорта. В Минцифры разработали цифровую альтернативу бумажному документу. В приложении Госуслуги запустили сервис подтверждения личности. Он работает в тестовом режиме. Эксперты полагают, что сервис позволит повысить защищенность персональных данных пользователей. А после введения сервиса в правовое поле появится возможность использования QR-кодов и для взаимодействия с госорганами. Технология позволит в большинстве бытовых ситуаций использовать вместо паспорта QR-код на смартфоне. К 2025 году в Нижнем Новгороде планируют построить канатную дорогу через Аку. Она соединит Нагорную и Заречную части города, рассказал глава региона в своем телеграм-канале. По словам губернатора, в скором времени добраться от станции метро Заречной до парка Швейцария можно будет за 15 минут. Протяженность маршрута составит 3340 метров. Проектом займется группа компаний «Урбантех». Инвестор планирует вложить в проект более 4 миллиардов рублей. Саров направит заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, напоминая Департамент архитектуры и градостроительства. Объект, который будет подан на предстоящий конкурс, определят горожане. С 17 по 27 февраля проголосовать можно на портале голосза.рф. Также опрос по приоритетной территории благоустройства проходит на странице администрации ВКонтакте. Кроме того, мнение можно высказать на первом этаже здания администрации, а также в молодежном центре. Праздник новаторских идей, открытий и знаний. 23-й школьные харитоновские чтения открылись в Доме ученых. Сегодня это конференция своего рода бренд, известный далеко за пределами города. И участие в чтениях стремятся принять ребята из разных регионов России. В этом году свои доклады представляют школьники, которые прошли заочный отбор. Харитоновские чтения – это немножко такая особая. История, потому что здесь ребята имеют возможность не только посоревноваться, но и послушать, я считаю, что ведущих российских ученых, причем в самых разных областях знаний. Тут выступают и математики, и физики, и геологи, и литературоведы. По признанию гостей детские харитоновские чтения, конференция практически не имеющая себе равных в нашей стране, масштаб личности и приглашенных лекторов позволит получить просто энциклопедические знания за несколько дней и познакомиться с еще неизведанными областями наук. Цель моего выступления – заинтересовать молодых людей такой замечательной областью современной науки, которая носит название когнитивная наука. Это мультидисциплинарная область, которая включает в себя нейронауки, искусственный интеллект, лингвистику, экспериментальную психологию и даже аналитическую философию. Напутствие такое – не бояться новых, непонятных и, я бы даже сказала, тревожащих областей в науке, потому что именно там бриллианты и лежат. Те дороги, по которым уже все ходили, что по ним ходить. 17 февраля отмечают День российских студенческих отрядов. На протяжении почти 60 лет движение студотрядов не теряет своей актуальности среди молодежи. Отряды позволяют студентам получить практические, профессиональные навыки и новые знакомства. При Сарфуте и Нияумифе также есть свои студенческие отряды. О них мы расскажем в нашем следующем репортаже. Студенческий строительный отряд обороны при Саровском физико-техническом институте основан в 2018 году. И вот уже на протяжении пяти лет бойцы отряда выезжают на крупнейшие объекты страны и участвуют в строительных и ремонтных работах. Занимаются монтажом и демонтажом различных конструкций, производят отделочные работы. Чаще всего молодые ребята работают на предприятиях Росатома. В прошлом году, как раз-таки, самая моя первая Целина. Ну, Целина – это, в общем, трудовой семестр или по-другому. Выехали мы на два месяца – июля-август. Это было в городе Озерск, Челябинской области. Работали на приборно-механическом заводе. Мы уже работаем на предприятиях Росатома, а так как мы учимся в Сарфуте и Нияумифе, наш целевой, ну, потенциальный работодатель – это ВНИЭФ. На Целине студенты знакомятся с новыми людьми. В свободное время участвуют в различных мероприятиях, турнирах и фестивалях. Узнают новое, получают опыт. А еще выезд на стройки – это хорошая возможность подзаработать в летний период. Все желающие вступить в студенческий строительный отряд обороны в течение года проходят специальное обучение по самым базовым навыкам и знаниям в этой отрасли в школе молодого бойца. Завлекла эта романтика, как атмосфера. Все-таки лето, все молодые, работа, природа красивая. В общем, в принципе, романтика в основном, наверное. Не скрою, денежный интерес тоже присутствовал, но в основном это затянуло за романтику, за идею. Очень дисциплинирует на самом деле. Потому что, когда ты работаешь в таком большом коллективе, ну, в основном мужском коллективе, чувствуешь ответственность за себя, за других, за то, что ты делаешь. В институте есть еще один отряд – Адастра. Боицы этого отряда – вожатые и воспитатели в детских лагерях. Сравчане работают на сменах на всей территории России, в всех местах, которые выбирают сами. Данила Афонин, командир студенческого педагогического отряда с РФТИ, помнит то время, когда сам ребенком ездил в детские лагеря. Зная жизнь лагеря изнутри, студент захотел попробовать себя уже в роли вожатого и увидеть все с другой стороны. В основном это все исходит из прошлого. Все равно ты знаешь, как это все происходит. Какие-то есть воспоминания с этого. То есть ты примерно понимаешь, куда ты идешь. Да, вуз технический, но даже, так скажем, в мире техники нужно какую-то свою романтику вносить. Поэтому как-то завлекло, пришел сюда и начал свою работу. Бойцы педотряда не сидят на месте, ведут активную жизнь, участвуют в конкурсах, городских и региональных слетах и фестивалях. Чтобы стать педагогом-вожатым, ребята также проходят обучение в школе вожатского мастерства. По окончании обучения студенты сдают экзамены и получают сертификат гособразца с указанием квалификации. Очередное занятие в рамках школы вожатского мастерства прошло на тему напарничества. Молодые люди рассуждали о том, кто такой напарник, каким он может быть и как действовать в тех или иных ситуациях. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Шаурма не всегда про жирную и тяжелую еду. Если правильно подобрать ингредиенты, это блюдо может быть и полезным. Рецептом ппшного фастфуда с участниками клуба общения для молодых людей с ОВЗ Лотос поделилась шеф-повар Татьяна Расторгуева. На мастер-классе побывала и наша съемочная группа. Полезная еда может быть еще и очень вкусной. И в этом уже не первый раз убеждаются участники клуба общения для молодых людей с ОВЗ Лотос. На протяжении полутора лет шеф-повар Татьяна Расторгуева проводит для Лотоса мастер-классы по кулинарному искусству. На занятиях изучают рецепты простых и полезных блюд, которые каждый из участников с легкостью сможет повторить дома. Мы сегодня очень рады видеть ребят, которые первый раз пришли на нашу территорию. Здесь, конечно, у нас возможности больше провести более интересные мастер-классы. Мы сегодня тоже с ребятами взвешивали, выпекали, готовили мы открытую шаурму. Ребята сами замесили тесто, разбивали яйца, все взвешивали, как я люблю все. С весами участники мастер-класса работали впервые. Все ингредиенты отмерили, замешали тесто и приступили к выпеканию. Постепенно кафе наполнялось чарующим ароматом выпечки. Основу ппшной шаурмы сделали из венской вафли. Готовка для Татьяны – волшебный процесс, в который она с легкостью увлекает людей, мало знакомых с кулинарными премудростями. Когда ты любишь то делать, чем занимаешься, то всегда тебе это в радости. Это действительно дается очень легко. Когда-то я вспомнила, что я в детстве просила маму, чтобы она мне разрешила стать учителем. Она нам не разрешила. И, видимо, сейчас это все уже воплощается. То есть обучать и передавать свои знания – это приятно. Особенно, когда ты имеешь результат, что у ребят получается, а некоторые даже повторяют, правда, то у меня. Идея проводить мастер-классы для клуба «Лотос» переросла в проект «Инклюзивная кухня про вкус». Он получил грант на областном конкурсе. У поваров появилась своя узнаваемая форма, в которой они полгода изучали новые рецепты. Сейчас проект завершился, однако сами занятия на этом не закончились. И совсем скоро будет выпущен каталог. Каталог в рамках проекта «Инклюзивная кухня про вкус», куда вошли рецепты блюд, которые готовили ребята из клуба «Лотос». Совсем скоро, буквально через неделю-полтора, я думаю, что каталог уже ребята получат. Он будет распространен среди участников клуба «Лотос». Конечно же, Татьяна получит свой вариант каталога. Но он не будет реализовываться в продаже. То есть это будет такой подарочный вариант. Завершили встречу традиционной дегустацией блюд. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok